Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, чем отличается икона от картины. Надо вспомнить греческое переводное значение слова икона. Икона – это дословно образ. Слово русского образа икона – это одно и то же. Это даже некоторый один корень, вот такой индоевропейский, потому что глагол «видеть» по-гречески неправильный, и у него вот «рао», другая форма «эйдон» прошедшего времени, а так есть «опсмой». И вот это «опсмой» образ, вот это тоже индоевропейский корень, даже здесь виднеется, и тоже нам напоминает о том, что икона – это образ Божий. Можно сказать, минуточку, но там же не только Бог изображается. Там изображаются-то ангелы, Пресвятая Владыча Наша Богородица, Превыша Херемов и Серафимов, святые, в конце концов, изображаются на иконе. Именно так. Более того, даже рядом со святыми грешники порой изображаются, там гонители, мучители, там икона страшного суда вообще, там даже лукавого. Но все-таки вспомним. Вспомним самое начало Священного Писания, книгу «Бытья», самую первую главу, «Сотворение человека». «И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Ну и еще начало следующего стиха. «И благословил их Бог». «Господь сотворяет человека по образу и по подобию». Образ Божий заложен человеку. Как есть святоотическое толкование, что все-таки подобие – это некоторая реализация. Насколько человек уподобится. Поэтому мы говорим про святых монахов, отшельников, что они преподобные, в максимальной степени Богу уподобились. Вот образ, он у нас всегда есть. Поэтому может и картины изображать и Христа, и святых, и Богородицу. Красиво быть шедевром человеческого гения, что Возрождение, что наши русские художники на библейские темы, кто писал картины. Может такое быть. Но в картине всегда будет сделан акцент на том, что перед нами человек. Там смотрим картины, изображающие святых, искушения святого Антония. Вот этот человек несчастный, его мучают бесы, явления такие, искушения. Смотрим Престую Богородицу, как изображает. И тоже это очень возвышенные чистые картины. Смотришь прекрасная девушка и понимаешь, вот Богородица, такая молодая девушка, стала матерью. Тоже не очень понятно ее какое-то семейное положение, некоторое сочувствие, любовь к Богородице. Вот как к человеку тоже мы понимаем. Смотрим младенец Христос, тоже вспоминаем, что Господь тоже в ясельках лежал. Пеленали его, рос, там ходил, маму слушался. То есть тоже некоторый человеческий аспект. А икона все-таки, у нее другая цель. Цель проявить вот этот образ Божий человека. Икона, она являет нам образ Божий. Конечно, нам по идее, мы смотрим на другого человека, и мы должны в нем видеть образ Божий. Но это сложно. Когда мы смотрим на иконы, на изображение Христа, на изображение Богородица, на изображение другого человека, который такой же грешный, как мы, но смог свой грех победить, и наследовать Царство Небесное, стать святым, то это нам напоминание, постоянное окошко в другой мир. Мы видим уже, наоборот, за фигурой человека, за его телом, за его красотой, красотой изображения иконописного. Мы видим божественную природу. Вы христиане, она есть абсолютно неразделенная. Пресвятая Богородица, Матерь Божия, храмом Божества стала, с Богом соединилась. И святой человек, и святой человек тоже достиг обожения, стал таким, как Бог, несмотря на свою человеческую природу. Поэтому, дорогие братья и сестры, конечно, икона отличается от картины своей направленностью. Но мы говорим не только о художественных особенностях, не только о каком-то отвлеченном богословском смысле. Постарайтесь быть не только картиной человека. Изображайте себя вежливого человека, обходительного, воспитанного. Постарайтесь быть иконой. Постарайтесь, чтобы ваша душа вашему вежливому облику соответствовала. Продолжение следует...